МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько раз я твердил людям о том, что только сознание человека и ничто иное определяет не только поведение его проявленного плана, но и все то, что его окружает, включая морально-нравственный климат общества, ибо все есть творение сознания человека. Можно сколько угодно говорить о разуме, о его эволюции и о приобретении и накоплении уникальных знаний, но все это есть только результат промысла сознания человека. Разум человека является всего лишь главным аналитическим аппаратом человеческого сознания. Сознание определяет не только эволюцию человеческого разума, но и сам процесс совершенствования, или другими словами, эволюцию вида. Для человека, как проявленной частицы первотворца, самым главным является эволюция именно сознания, ибо только оно и есть уровень или ступень посвящения, отличающая человека-животного от человека-сотворца. А самое главное — отделяющая человека от Бога. Поэтому, когда я называю людей богами, то я, конечно, говорю о потенциальных возможностях своего проявленного плана, которому еще только предстоит и очень скоро пройти сложнейшие испытания духа, приближающие человека, его сознание, к уровню творящего начала-начал. Люди теперь уже хорошо знают, и я это показал на своем примере, что Творец становится Творцом только тогда, когда им проявлена воля. И не просто воля, а воля творить самого себя. А это значит обрекать себя не на прозябание, а на великие муки творчества, определяя вектор своего пути только как путь к совершенству. Причем, говоря о пути к вершинам совершенства, я предрекаю необходимость преодоления людьми своей внутренней дуальности, ибо если в человеке нет внутреннего единства, если нет целого, то в нем не может быть и со Творца, стремящегося создать новое совершенство. Поверьте мне, при внутренней дуальности нельзя даже надеяться на гармонизацию внутренних потребностей и помыслов, желаний. Иными словами, не может человек самостоятельно разделить в себе свет и тьму, ибо у него недостаточно мудрости выбрать для себя золотую середину. Сколько же было фантазий и пересудов по поводу золотого сечения и золотой середины, ибо этот золотой выбор и есть путь к вершинам совершенства при наличии внутренней дуальности, и это есть единственный путь, путь мудреца, способного видеть свет в конце тоннеля. Проявленный план для человека, об этом я говорил давно и несколько раз, есть мир соблазнов и испытаний. И поверьте, при этом людям все подается в золотой обертке, распознать сквозь которую соблазн, бывает порой совсем непросто. Вот тогда и должны договориться между собой сознание человека и его аналитический аппарат, разум, ибо только им вместе возможно найти выход из любой ситуации и действительно проявить великую мудрость сотворца. Сейчас, когда мир подошел к черте кардинальных исторических преображений, человек просто обязан проявить в себе качество мудреца, накопившего за все свои инкарнации великую мудрость сотворца, позволяющую в дуальном мире, если не уничтожить, то, по крайней мере, минимизировать уровень внутренней дуальности. Все это позволит найти путь к той точке или вершине совершенства, на которой я ожидаю верующее человечество и прежде всего народ России. Эта точка бифуркации или точка невозврата называется шестая раса. И я очень надеюсь, что народ России, прошедший все голгофы плотного плана и накопивший в себе мудрость великого народа, прародителя всего человечества, сделает верный шаг. И этот шаг будет шагом в будущее не только России, но и всего человечества. Я понимаю, что не все и не всегда готовы сделать этот исторический выбор. Но даже то меньшинство нации, которое сегодня осознанно поддерживает самого Творца, говорящего с ним через своего посланника, есть та божественная сила, есть тот эгрегор, который решает, если не сказать уже решил, судьбы людей, а точнее, судьбу цивилизации. Сознание людей за тысячелетия духовного блуда совершенно атрофировалось. И каждая попытка, даже самая малая промысла к свету, пресекается аналитическим аппаратом самого человека, его разумом, предрекает очередной шаг в сторону регресса духа и вызванное этим очередное морально-нравственное падение всего человечества. Как ни странно это звучит, но сегодня разум есть главный враг духовной эволюции человечества, ибо он упорно требует доказательств необходимости духовного совершенствования, подсказывая или показывая постоянство всех негативов общества, его грехов и пороков. Сегодня спасителями человечества являются, как ни странно, ученые, ибо их разум, сформировавшийся в результате многолетних фундаментальных исследований, вне зависимости от игр неокрепшего сознания, ведет человечество к познанию истины. Он ведет и к познанию начала-начал, заставляя сознание людей привыкать к тому, что все в проявленном плане является подтверждением присутствия божественного промысла. В России это проявляется наиболее остро, ибо сегодня наука и искусство единым фронтом вступили в борьбу за чистоту сознания, доказывая своим промыслом главный постулат любой религии и философии человечества. Все от Бога. Действительно, все в этом мире от меня, кроме одного, кроме сознания человека, которое никак не может найти золотую середину и никак не может определить, где же все-таки добро, а где зло, которое подбрасывает человеку, казалось бы, совершенно неразрешимые уравнения с неизвестными, из грехов и пороков. Но мир уже вступил в период глубоких преображений не только пространства, но и сознания человека. Поэтому обстоятельства все равно заставят людей сделать выбор внутренней дуальности. И если этот выбор, несмотря на все соблазны плотного плана, а точнее соблазны мамоны, будет сделан в пользу Творца, а значит, в пользу эволюции сознания человека, то такого человека можно будет поздравить с великим будущим. Будущим со Творца. Проблема заключается в том, что далеко не все люди понимают сложность ситуации. Ведь им еще не приходилось попадать в период, когда раз в 26 тысяч лет все ритмы великого космоса совпадают, определяя рождение нового пространства и, соответственно, нового человека. Повторяю, вы самые счастливые люди планеты, оказавшиеся как бы случайно, а вы сами хорошо знаете, что ничего случайного в этом мире нет в нужном месте и в нужное время для того, чтобы наблюдать парад планет великого космоса. Даже на далекой периферии Солнечной системы, в созвездии Плеяд, люди должны будут заметить и на себе почувствовать, что в вечности все подчиняется строгим канонам, без учета которых невозможна эволюция и планеты, и человека. Я очень надеюсь, что человечество и прежде всего народ России будут способны осознать величие творящего начала-начал и понять, что будущее только в гармонии, в сонастройке человека и великого космоса. Теперь только в гармонии и сонастройке человека с великим космосом есть будущее для людей, как частиц проявленного плана первотворца, ибо без этого пребывание человека в космосе теряет всякий смысл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok